Всем привет, с вами Кристина и Роман. И бывало ли у вас когда-нибудь такое, что игра заставила вас заинтересоваться какой-то культурой? В моем случае такое произошло, и я сегодня в этой подборке обязательно расскажу о той игре. Ну а если вы интересуетесь японской культурой, она вам чем-то нравится, то эта подборка точно должна быть для вас интересной, потому что сегодня мы расскажем про 10 наших самых любимых игр в японском сеттинге. А также мы подарим настольную игру одному из тех, кто поддерживает нас на Boosty, и бонусом этого видео мы расскажем про сериал на японскую тематику, который нам очень понравился. Ну а я предлагаю не затягивать. Поехали! Ну и перед тем, как мы начнем рассказывать про 10 место и выше, мы должны сказать, как мы подбирали эти игры. Из общего количества тех игр на японскую тематику, которые мы попробовали, мы разбивали их на пары рандомайзером и далее принимали решение о том, какая из этих двух игр нравится нам больше, и таким образом у нас подобрался топ 10 любимых игр. И на 10 месте у нас расположилась игра... Повелитель Токио! Эта игра довольно проста в освоении, она подойдет широкой аудитории, даже те, кто только начинают играть настольные игры, могут приятно провести время за игрой. На самом деле вы будете просто бросать кубики, собирать определенные комбинации, перебрасывать какую-то часть кубиков и пытаться либо зайти в центр города и устоять там как можно дольше, либо нанести урон всем остальным игрокам. По ходу дела вы будете прокачиваться с помощью карточек, то есть небольшая глубина в ту или иную сторону есть, дополнение тоже приносит дополнительные интересные способности вашим монстрам. И тематически это та самая игра, где в Токио заходят гигантские монстры, которые рушат здания, воюют между собой. Это, я считаю, очень тематично отражает тот культ, построенный вокруг Годзиллы и вот гигантских монстров. Если любите такое, тематически вам игра тоже очень понравится, потому что она такая, на самом деле, мультяшная, семейная. А на 9 месте у нас расположилась очень семейная и медитативная игра Бонсай. Игра, в которой у вас будет возможность посадить и вырастить свое дерево, на котором у вас будут цветы либо плоды, которые в последующем при определенных комбинациях будут приносить определенное количество победных очков, а также у вас будут дополнительные цели, выполняя которые вы будете получать победные очки. Игра достаточно приятная в процессе, занимает партия немного времени и очень красиво визуально выглядит на столе. Ну и следующая коробочка уже походного формата. Это небольшая коробочка, которую удобно взять с собой, и при этом вы сможете играть аж до 7 игроков. И говорим мы про карточную игру Тенна. Игра, в которой у каждого из участников за столом абсолютно одинаковый набор карт на руках. И ваша задача держать в закрытую перед собой 3 карты, где оппоненты не знают за исключением первого хода ту комбинацию карт, которая у вас выложена. И далее вы сравниваетесь путем принятия решения с кем вы хотите сравниться и какой картой, и нужно победить оппонента. У некоторых карт есть свои собственные значения. У игры очень классно сделано пространство для блефа, при этом она интересна и математично играется как на двоих, так и разным составом, поскольку вы атакуете в разные стороны, вы выбираете своего противника самостоятельно. Перебавим всегда 3 карты, и у вас есть где заменить, где поблефовать и даже переиграть на тех же картах любого из игроков. Плюс, когда игроки начинают воевать, вы получаете лишь часть информации, и по-разному может сложиться партия. Ну а победными очками здесь будут те самые побежденные карты соперника, которые вы забираете себе в качестве трофеев. На седьмом месте у нас расположилась игра, которая представляет собой поверье о чертях и демонах японской культуры, и мы говорим про ночной парад с от нее кайф. Игра, я бы назвал ее семейный контроль территории, где вы выстраиваете в три линии в ряд своих юкаев и выполняете в ряд каждое действие. То есть, чем больше у вас карточек, тем больше действий у вас получается. Прокачивая свою линию, вы будете распространяться по карте, покупать какие-то с рынка новые карты, и, в принципе, ваша задача — собрать определенное количество ворот. Как только вы собрали, вы получаете за каждую территорию, которую контролируете, победные очки. Каждый из нас будет как раз-таки в этих рядах составлять вот этих маленьких духов цинка, и они абсолютно тематичны к японской тематике. Что скажешь про визуал? Несмотря на то, что игра достаточно большая по своим размерам и занимает много места на столе, во-первых, она очень легка и проста в освоении, ну и сама игра очень приятная как тактильно, так и визуально. В игре очень много деревянных фигурок ворот и миплов, и играется она, как я ранее уже сказала, достаточно комфортная, интересная, и партия по времени также занимает не сильно много. Если вы играете базу, она довольно проста в освоении, то есть подойдет как новичкам, так и продвинутым. А вот дополнение добавляет новые символы и новые механики, которые сильно углубляют игру и делают процесс более сложным, но, с другой стороны, более интересным. А на шестом месте у нас расположилась относительная новинка, и это обновленная версия игры «Путь лепестка», ее продолжение «Путь лепестка. Вечер в Киото». В этой дуэльной игре нам предстоит использовать механику, когда вы разделяете несколько карт и с помощью жетона предлагаете вашему оппоненту сделать выбор, что возьмет он, а что достанется вам. Это очень умная игра, которая развила идею первой игры, которая называлась «Путь лепестка». Теперь игра стала комплекснее, у нее появился рондуль, там дополнительные гости, дополнительные модули, которые вы можете подключать от партии к партии. Даже какая-то компания из нескольких сценариев, которая по-разному играется, тоже появилась в книге правил, то есть ее сделали глубже, больше и более для продвинутых игроков. Если вам она кажется чуть сложнее, возможно, вам нужно присмотреться к первой коробке, ну а те, кто оценил первую, и я знаю таких немало, могут спокойно смотреть в сторону «Вечера в Киото». Она расширила все эти показатели, и нам тоже именно этим и понравилось. Летсплеи на обе коробки есть на нашем канале, они выделены в специальный плейлист в подборке несложных дуэлей. Если интересно, после просмотра этого видео проходите и смотрите. Ну а мы будем двигаться к следующей игре, и это пятое место, и это настольная игра, которую нам подарили те люди, которые поддерживают нас на пусть, и я говорю про Белый замок. И это евро-игра, в которой нам предстоит продвигать своих миплов вверх по вот этому замку, выводить и собирать ресурсы с довольно интересной механикой, где кидаются в начале раунда кубики, выставляются на определенный мостик, и вы можете взять минимальное или максимальное число, и выставить его на определенные действия. Из-за цвета кубиков, из-за того числа, которое выпало, вы, во-первых, будете оплачивать разницу между значениями на кубике и значениями на поле, а также выполнять действия определенного цвета. Очень комплексно ощущается игра для евро, потому что есть для комбинации огромный простор. Важно, куда вы выставите этот кубик, куда пойдут ваши миплы, где вы сможете продвинуться, и как прокачать свой личный планшет, на котором вы также добываете ресурсы, простраиваете фонарное действие, переворачивая карты. То есть у игры очень-очень много разных элементов, но они очень компактно собраны, и этим она кажется очень органичной. То есть вы смотрите в определенное место, вы все понимаете, где должно лежать. Но ключевым во всей этой игре для меня лично стало это время партии. Она довольно быстро играется, на самом деле до часа. За этот период вы испытываете полный спектр эмоций от как раз-таки комплексности игры. Есть огромная вероятность того, что мы в ближайшее время покажем эту игру на канале, потому что ее предложил один из участников шоу, которое у нас сейчас на канале идет. Поэтому если вы на нас еще не подписаны, настоятельно рекомендую это сделать. Ну а мы двигаемся к четвертому месту, и это игра от нашего самого любимого автора настольных игр. И говорю я про Эрика Ланга и «Восходящее солнце». Прекрасная игра на контроле территории, которая исполнена очень красиво. В ней очень много красивых пластиковых миниатюр. Ну а про игровой процесс расскажет Роман. Не так много мы в нее наиграли, но она сразу же запала в сердечко. Естественно, не без того, что это все-таки Эрик Лэнг сделал. В данном контроле территории все заточено на союзы между игроками. И эти союзы позволяют сделать больше действий. Вы интрафтите действия, как-то развиваетесь по территории, приносите жертвы всяким богам. И классно сделана боевка. Вы ее делаете с помощью монет, а точнее ставок на определенные действия. И тот, кто превышает эти ставки, ну то есть сделает самую максимальную, тот выполняет действия. Очень классно сделано, где вы можете блефовать, где какие жертвы можете приносить. И игра ощущается самобытной. То есть, если вы играли в «Кровь и ярость», и она вам понравилась, то «Восходящее солнце» абсолютно отличается. Хотя общие вот эти нити, какие-то там стратегии, общие тактики, тот же Локи представлен и в этой игре. Сделано тематично, у вас есть гигантские демоны, большие фигурки, все, в принципе, по классике. Этим нам игра, в принципе, и понравилась. Бытует мнение о том, что эта игра хорошо реализована на определенный состав, и здесь мы согласимся с этим мнением, потому что нам кажется, что играя в нее втроем, она не настолько комфортная, как если играть вчетвером. Это обусловлено тем, что если вы играете втроем, то всегда один кто-то за столом, либо пятером. Один кто-то за столом может остаться без союзов. А учитывая, что союзы в этой игре очень важны, рекомендуем играть четным составом. Если вы будете играть нечетным составом, нужно учитывать тот факт, что нужно играть тем составом, который готов из раза в раз делать новые и новые союзы, а не сцепляться в один и всю партию двигаться только так. Игра к этому очень чувствительна, естественно, переговоры и прочая остальная вещь здесь присутствует. Если вам такое нравится, скорее всего, вам стоит присмотреться и к этой игре. Ну и прежде чем мы озвучим вам тройку наших любимых игр, я предлагаю подарить коробочку тем, кто поддерживает нас на бусте. Для этого нам нужна будет тарелочка, кубик, карточки с именами и, конечно, верхняя камера. Ну что, раз, два, три компонента у нас сегодня новый кубик. Наконец-то в нашей коллекции появился тридцатигранный кубик, потому что вас уже больше тридцати. Я надеюсь, вам это очень радостно, потому что часто мы встречались с вопросом о том, а как вы на двадцатигранном кубике будете выкидывать, если у нас больше тридцати. Ну и мы перемешаем все карточки с именами. Кто еще не знает, как это происходит? У нас здесь все, кто на определенном уровне подписки. Мы это перемешиваем, выкладываем и выкинем на кубики определенное число. Это число пять. Как будто бы тридцатигранный кубик не особо-то был и нужен. Обошлись бы и в шестигранном. Один, два, три, четыре. И барабанная дробь пять. Пять. Тимур, поздравляй. Поздравляй. Смотри, удачи на твоей стороне. Давай раскроем имена всех тех, кто нас поддерживает. Напоминаю, что у тебя есть возможность выбрать одну из трех игр на выбор. Это может быть «Война теней». Это может быть «Синдзюцу» либо «Unmatched». Удивительные истории. Удивительные истории. Мы сейчас прям быстро разложим имена всех тех, кто поддерживает нас на бусте, на тарифе, от «Настолки с нами» и выше. Ребята, спасибо вам огромное. Вас с каждым разом становится все больше и больше. И это не может не радовать. Вы огромнейшие молодцы. Мы очень чувствуем вашу поддержку. Сейчас речь не про финансы, а больше, конечно, про моральное наше состояние, потому что порой бывает очень сложно нам успевать и монтировать, и снимать ролики. И ваша поддержка в чате, она всегда очень чувствуется. И каждый раз, когда мы чувствуем какую-то усталость, нам тяжело, грустно и так далее, мы просто пишем в чатик что-нибудь, вы начинаете писать нам в ответ, и мы понимаем, что мы все делаем не зря. Спасибо вам огромное. Огромное вам спасибо. Ну и если есть те, кто поддерживает нас на бусте, а у нас такие есть, и до сих пор вы не в чате, ребята, пожалуйста, заходите. Мы очень рады будем с вами лично познакомиться, пообщаться. У нас проходит очень много разных активностей с бустерами, будь это онлайн или офлайн игротеки. И, кстати, вот только на минувших выходных мы провели наш первый мини-кемп с нашими бустерами. Мы сняли на двое суток дом, уехали толпой, и играли в настольные игры. Об этом обязательно расскажем в отдельном ролике. Или вот на этих фоточках. Или вот на этих вот фоточках. Ну да. Ну а сейчас давай расскажем, какие игры мы будем дарить в следующем месяце тем, кто поддерживает нас на бусте, на тарифе от настолки с нами и выше. И в этот раз мы решили подарить по одной коробке, но уже двум людям. Ну и так как это тематическая японская подборка, захотелось подарить вам именно японские игры, вернее, коробочки в японском сеттинге. И это может быть бамбук, это может быть бонсай, белый замок, или битва за рукуган. Да. Одну из этих игр мы подарим точно таким же способом ровно через месяц для тех, кто успеет подписаться к нам на бусте до 20-го числа на определенный тариф. Ну, а сейчас мы продолжаем и продвигаемся к нашему третьему месту. Как вы думаете, вот из трех первых мест сколько будет контролить? Просто напишите это в комментариях, как думаете. И поехали. Итак, это маленькая коробочка, которого мы с огромным удовольствием брали с собой в Новый год, в Калининград. Попробовали ее там, сыграли неимоверно большое количество партий на составе от двух до четырех человек. И говорю я про Смурай, маленькие империи. Это действительно из небольшого формата коробочек, которые переносят и дарят все те эмоции, когда вы играете в большой контроль территорий с раздачей скрытых приказов. То есть вы на определенные клетки выставляете пустовый приказ, потом переворачиваете, и очень классно сделано, что вы сначала снизу вверх выполняете все, а потом сверху вниз в следующее действие. И так происходит несколько раундов, и тот, кто контролирует больше территорий за все это время, получает больше победных очков, чтобы в итоге потом выиграть. Очень интересно сделано, очень тесно игра ощущается как на двоих, как на троих, так и на четверых. Без разницы, каким составом вы играете. Чем больше игроков, тем больше интересных моментов, когда он перекрывает какой-то приказ. Но я не скажу, что она как-то сильно по-другому играется даже на двоих. Это игра с универсальным составом, каким бы вы ни играли. Я особенно для себя отмечу в этой игре возможность баланса между конкурентами. Когда вы играете на троих, либо четверых, у вас здесь точно не получится выбрать себе какого-то одного соперника и мочить его, потому что это не приведет в результате к вашей победе или к его проигрышу. Здесь точно нужно уметь балансировать и смотреть между тем, кто ведет в партии, и играть против него ситуативно. Этим мне игра точно нравится. Видео вы можете посмотреть уже на канале. Мы делали летсплей на него. А я еще отмечу, это тематическая особенность, когда вы за остров боретесь. У вас есть возможность как-то переплывать с помощью определенных приказов и расставлять своих маленьких вот этих самурайчиков. Они, кстати, все уникальны, как для каждого цвета. И вы просто самурайскими сражениями занимаетесь нон-стопом. Я даже скажу, что немножко, немножко игра отдает контролем территории. Одним из наших любимых это игра престолов. Естественно, не прям один в один, но какой-то легкий. Ощущение дипломатии, переговоров, ножей в спину. Оно все присутствует, но при этом реализовано на маленькой компактной карте. Да. И плюс это играется сильно быстрее. Но также программируете вот эти приказы свои, переворачиваете их рубашками, потом только открываете и в принципе выполняете. Ну и на втором месте расположилась игра Арена, которая также упакована в относительно небольшую коробку. Она занимает совсем мало места на поле, но при этом особый шарм ей добавляет то, что партия занимает не более 20 минут. Игра, в которой большой талмуд правил и казалось, что разобраться в них будет очень сложно. При этом человек, который это сделал, сказал, что все там не так сложно, как оказалось. И я, как человек, который послушал эти правила из первой же партии и въехал в то, как нужно играть, подтвержу здесь, что скорее это больше страх большого количества страниц, нежели чем сложность этих правил. И говорю я про игру Синзюцу. Ну и сейчас расстроились те, кто написал, что 3 из 3 будут контрольной территории. Это игра в жанре так называемом скирмиш. Ну мы же просто обозначили, что это игра Арена, где каждый игрок, при этом играть вы можете от 2 до 4 игроков. Или, если у вас есть дополнение, даже в 6, вы можете этим заняться. Также вы можете играть даже в одиночку, там есть отдельная соло-компания и отдельный режим для одного. В чем смысл? У вас есть определенная колода, которую вы можете собирать сами, можете собирать запланированную, можете ее редактировать между партиями, чтобы делать своего воина более крутым, более универсальным. У вас есть возможность даже выбрать другое оружие своему персонажу. И вы сталкиваетесь на арене, которую в принципе тоже сами создаете. То есть вот такая гибкая арена с гибкими возможностями вашего персонажа очень классно отражает именно вот эти самурайские бои, поскольку вы программируете по одной карте, переворачиваете и действуете по инициативе. Это как раз таки отражает вот этот скирмиш. У кого выше инициатива, тот ходит первым и так далее. У вас есть защитные какие-то возможности, если вы правильно угадали и предсказали, что сделает ваш оппонент. Также интерактивное окружение, в котором можно бить оппонента, толкать оппонента, подтягивать на шипы и кучу-кучу всего. При этом визуально, когда вы играете, это больше похоже на танцы, когда вы разворачиваете свои фигурки, они двигаются то вперед, то назад. И мне прям очень импонирует вот этот вот процесс визуализации, особенно если у вас есть миниатюрки, это прям очень классно, особенно когда там есть возможность порубить бамбук или еще что-то. В общем, кинематографичность на столе тоже имеет место быть. Ну мы еще вернемся к обсуждению сен-джутсу в этом видео, но давай переходить к первому месту. Ну и на первом месте расположилась игра, с которой у меня в период тестов очень горела. Я дико нервничала, я психовала. Я думаю, что те, кто на нашем канале давно уже точно понимают, о какой игре я говорю, конечно, это блочный варгейм Секигахара. В этой дуэльной игре вам предстоит взять на себя роль генерала, который управляет армиями, который выводит свои войска и двигается к разным целям. Вы либо можете побеждать по победным очкам, либо уничтожить генерала-оппонента, который будет скрываться за этими блоками, либо у еще одной из сторон есть возможность захватить определенного персонажа в игре, который отдельной маленькой фишкой представлен. И вот такую гигантскую стратегию между собой вы разворачиваете. При этом это все сделано по историческим событиям. Половина правил примерно занимает историческая справка. Ее главная фишка это то, что вы активируете свои войска с помощью карт. У вас определенные символы и можете дополнительные эффекты использовать. А в боевке вы вскрываете свои блоки, показываете оппоненту с помощью этих же карт. Ну и изящество всему этому процессу добавляет то, что в процессе боевки у вас есть возможность разыграть карту предательства. Вернее, она называется проверка верности. И если у вашего оппонента на руках нет еще хотя бы одной карты такого же клана, который сейчас воюет с вами, то войска переметнутся на вашу сторону. И здесь у оппонента есть огромный шанс проиграть. Собственно, с этого момента у меня и горело больше всего, потому что Рома очень чувствует игру и понимает в какой момент нужно разыгрывать эту карту предательства. Это придает игре максимальное изящество. При этом у вас в колоде всего лишь три таких карты, поэтому бездумно разыгрывать их в каждой боевке точно не получится. И это тоже добавляет как раз стратежности. Я испытываю к игре неимоверно нежные чувства, несмотря на то, что она доставляет мне в игровом процессе вот такую бурю эмоций как раз наверное от того, что я и испытываю во-первых эти эмоции, во-вторых мне кажется, что Сакигахара и стала той самой открытой дверью в тематику, потому что до нее я к тематике японской относилась достаточно холодно в настольных играх. А после того, как я прожила на столе как раз вот эти исторические события, мне гораздо интереснее стала сама культура Японии. Я загорелась мыслями и идеями о том, чтобы съездить в Японию и посмотреть воочию достопримечательности этой страны, познакомиться поближе с культурой, возможно, окунуться в нее. Поэтому за это я тоже огромную благодарность выражаю именно игре Сакигахара. Ну и в дополнение к тому, что мы уже о ней сказали, конечно, мы должны сейчас поделиться бонусом этого видео. Собственно говоря, это сериал, который нам понравился больше всего. Мы ожидаем продолжения его второго сезона и говорим мы про новый сериал Сёгун, который отражает как раз те исторические события, которые предшествовали битве при Сакигахаре. С нетерпением ждем второй сезон, кажется, и очень рассчитываю на то, что та самая битва при Сакигахаре во втором сезоне будет отражена. Ну, либо в третьем, либо в четвертом. Либо в каком-то из... Да. За интригами сериала очень классно наблюдать, поэтому я тоже когда нашел. И Крис в этот раз даже не пришлось долго уговаривать, чтобы посмотреть его. Она заинтересовалась с первых кадров на самом деле и с удовольствием смотрели этот сериал, погружались в культуру Японии. Если не ну а те, кто смотрели, напишите в комментариях, расскажите, как вам. Ну я надеюсь, вы поставили лайк этому видео, а главное, написали свои любимые настольные игры на японскую тематику. Если вы вдруг этого еще не сделали, обязательно пишите скорее ваши любимые игры в японском сеттинге, потому что мы будем их читать. И если есть те игры, которые мы еще не попробовали и много лайков соберется под этими комментариями, естественно, мы поставим приоритет на тесты именно на эти игры, будем их пробовать и делиться впечатлениями о них своими первыми в нашем телеграм-канале. Ссылка на него есть в описании к этому ролику. Ну и что же, если хотите нас поддержать, кидайте лепестки садку в монитор. А мы приступаем к закадровому вопросу. Это будет тематический вопрос, связанный с Японией? Это будет очень тематический вопрос, связанный с Японией, связанный с игрой, которую мы упоминали в этом ролике и даже два. Зачитываю вопрос. Звучит он следующим образом, даже два. Подскажите Board Games в ЗАЗ, когда приблизительно ждать ваш летсплей? Ну и следующий комментарий. Очень хочется увидеть летсплей на эту игру и понять, наконец, брать или нет. Спасибо вам большое за ролик. Спасибо вам за ваши комментарии, за то, что вы не стесняетесь писать о том, что ждете от нас какой-либо летсплей. На самом деле, такие комментарии нам точно помогают ставить приоритеты на те или иные игры. Не всегда, к сожалению, у нас этот приоритет реализуется, потому что есть в любом случае планы по выпуску шоу и так далее. Я думаю, вы заметили, что в шоу «Не последний настальщик» в новом сезоне я предложил именно Сен-Джутсу как ту игру, чтобы поиграть в дуэли. Я надеюсь, кто-нибудь из участников или даже я, если она мне попадется, выберу ее для игры вдвоем и если такого вдруг не случится, но я очень на это надеюсь, то мы обязательно сделаем сразу после шоу летсплей на Сен-Джутсу. При этом мы поизучали уже дополнение, нам есть что рассказать, потому что все персонажи довольно интересно себя показывают, проявляют и... Я думаю, что в течение двух-трех недель после финала шоу, если вдруг мы не покажем ее в рамках шоу, мы обязательно сделаем летсплей и покажем ее на канале, потому что мы действительно очень нежно полюбили эту игру, она действительно доставляет нам колоссальное удовольствие, у нас в коллекции есть все дополнения на нее, большую часть из которых мы уже опробовали, у нас уже появляются какие-то свои любимые персонажи, и вот, ну, чтобы максимально полноценно ее продемонстрировать, обязательно сделаем это. Ну и теперь уже точно спасибо, что досмотрели аж до сюда и пока-пока. И ждем ваших новых комментариев, на которые мы ответим. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. И сейчас пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok